Друзья, я хочу с вами поделиться, потому что меня распирает просто... Давайте с самого начала с чувством, с толком, с расстановкой. Несколько месяцев назад меня посетила идея нового формата. Это гонки на мотоциклах в мире Вархаммера. Так как я болею одной неизлечимой болезнью, я люблю ХСМ, я за них все сразу придумал, а за остальных не могу, потому что у меня фиолетово на всех. И все это долго лежало, никак я не мог это запустить. И я плюнул на это и решил вот в большой уикенд, 4 дня у нас было в 3.9 турнире, я решил, что все-таки можно даже за свой счет, потому что все-таки аренду мы платим. Мне нужно каждый день аренду эту отбивать. А понятно было, что много народу без правил, без видеоподдержки, без хайпа не придет. Я решил все-таки запустить, потому что, ну иначе я не знаю, когда бы я запустил еще. Попробовать первый тест провести и как вообще это будет. Снять видео и там уже, ну иначе если интересный формат, то уже играть в него. Формат, друзья. Подождите. Это попозже чуть-чуть. Сейчас, собственно, что это? Что за гонки? Базовая механика очень простая. Есть игроки. Каждый игрок берет у себя два мотоцикла. Ну, два, понятно. Один как-то грустно, а два там и взаимодействие у них. И там, если ты что-то у одного не сдалось, у второго есть шансы. 180 очков на закачку. Плюс всякий варгир особый для гонок. Не просто по кодексу, плюс еще есть отдельный. Вот, трасса, какая-то трасса, повороты, прямые, препятствия, стены всякие, которые можно разбиться. Там маленькая стена, там третья сила тебя бьет. Большая есть, 10-1. Бам, влетел до свидания сразу. Ну, также стоят там всякие, там танки в тебя стреляют, хаваки засели в доме, там обстреливают и так далее. Препятствия различные. Собственно, байк может двигаться как? Четыре скорости. Нулевая скорость, 360 градусов крутится и на D6 может чуть-чуть там подтащиться. Первая скорость. 6 дюймов плюс D6. Поворачивается на 180 градусов. То есть там повороты проходить и так далее. Вторая скорость. 12 дюймов плюс D6. Поворот арочка 45. И последняя турбо-буст. 12 дюймов плюс 3D6. Никаких поворотов. Нельзя стрелять, нельзя бить в ХТХ. Собственно, между скоростями ты можешь переключаться только на одно деление. Если разогнался, в поворот не вошел, там и бам, как, собственно, у нас как раз на гонке первой произошло. Но это вы еще увидите. Помимо этого можно стрелять, причем в любой момент, до движения, после движения. Кастовать тоже в любой последовательности. И если ты оказываешься в базовом контакте на конец своего движения, ты можешь, собственно, по-хТХ-шиться с противником. Соответственно, там есть всякие врезания. И если там у тебя раны прошли по тебе, у тебя плохо, у тебя там как-то нужно, короче, проходить тест на управление. Он такой обычный, 3+, бывает модификатором. Завалил тест, на скаттер ED6 двигаешься по скаттеру. И потом еще второй скаттер кидаешь, развернул у тебя какую-то сторону или нет. То есть по стрелке ставишь. Если выпал хит, то тебе повезло, так и едешь. Вот. Это базовая механика. Плюс там разные оружия особые. Например, у моего лорда Нургла была бомбарда, которая стреляла слизью. И если она, типа, раму проносила, то шел тест на управление с минусом. А также могла кляксы оставлять, собственно, на дороге. И кто-нибудь мог в них вляпаться. Что еще? Можно было киллстрик набивать как в Call of Duty. Два убийства. А, да! Еще одна главная механика. Я подумал, что всего лишь ездить двумя байками и стрелять их, это кажется, это слишком мало менеджмента. Поэтому я решил сделать то, что броня и инвулии разрушаются. Вот. У тебя постреляли, ты покидал броски. Вот. Что кидал, то и ухудшается. Броню покидал, броня разваливается, инвулии разваливаются. Ну, там, неизвестно, что у тебя. Сигил у тебя потрошится или там твой щит штурмовой. Вот. Собственно, киллстрики. Два убийства, вся броня, все инвулии восстанавливаются. Четыре убийства подряд. Это ты можешь вызвать аэрстрайк. Походит, что там, восьмой силой, по-моему, бью. АП-2. И, наконец, шесть убийств вызывает шторм талона, который летает по карте и, как ты хочешь, и всех фигачит. Ну, я думаю, все, кто играл в Call of Duty, четвертую часть, поняли, о чем я. Вот. Ну, а важно прийти первым. И еще один момент. Если ты умираешь, то с карты тебя убирают. Ты ход пропускаешь, на следующий на этом месте встаешь. Хотя, я сейчас по тестам думаю, что нужно давать пару ходов. Один, но слишком мало. Потому что, например, едет... Ты едешь сзади, убиваешь чувака. Он исчезает. На следующий ход ты его проезжаешь. Вот. А на следующий он появляется и тебя в спину начинает фигачить как раз. В общем, далеко уехать невозможно. Но пока, наверное, оставимся. Вот. Такая вот механика. Надеюсь, эта прелюдия небольшая вам не надоела. Вы еще не заснули. Потому что сейчас начнется экшен. Первый тест дев-трека. Или мы как потом по-другому назовем. Это у нас 8 участников. Первое место выиграл варбосс на байке. Потом едет капитан. Это у меня маг Динча. Еще варбоссик. Боссы все, да? Боссы, боссы. Это лорд Нургла. Не смотрите, у меня просто не собрано ничего. Капитан и еще босс. Мег. А, Мег. Прости, Мег. Хорошо. Вот. Трасса следующая. Мы так едем. Едем, сбираемся здесь. Можно так проехать, можно вот так объехать. Едешь. Едешь вот здесь. Вот там Танечка стоит, стреляет тебя. Вот там культисты мешают ехать. Едешь, едешь. Вот так вот здесь можешь разделиться. Либо через кладбище ехать, либо в объезд. Вот так вот едешь, едешь, едешь. Здесь тоже не очень приятно. Поезжаешь сюда, начинаешь разгон на трамплины. Бух, взлетаешь. Если плохо разогнулся, влез. Если получше, можешь в стенку улететь. Здесь проезжаешь. Сюда и обратно. Это вот пит-стоп. Здесь чинит броню. Как видите, мы расположили нашу трассу на трех столах. Много это или мало мы тогда не знали. Теперь у нас есть опыт, но я вам не скажу, сколько мы играли. Посмотрите сами. Ну и на старте мы расположили всех очень просто. Провели жеребьевку, там первая четверка. И потом все игроки, еще четыре, то есть вторые герои во второй четверке. Пятый к нам присоединился потом. Мы рванули вперед. Два хода прошло. Впереди пока босс. В двух ранах уже остался. Его догоняет Чаптер-мастер Капитан Скоров в одной ране. И Мак Дзинча тоже тут гонит. Короче, вот два босса из одного клана здесь. За ними Капитан. Не повезло моему лорду. В него Капитан, да, врезался? Вот. Я на 2+, под маркой Нургл, не прошел тест на управление. Меня развернуло. Я врезался в... Нет, это в стену ты меня развернул. Да, я его в стену... Лифтодропы свои после этого. Мне и так было плохо. Вот. А теперь совсем грустно. В стену вбил, короче. Я поэтому из бомбарды своей на следующий ход ему кляксу поставил. Он завалил на ней, подскользнулся, короче. Но вперед, как всегда, проехал и его не развернула читер. Вот. Еще из зенческих труп обоих пожег. А этот тоже вперед сразу отъехал. Да, наступил Капитан. Короче, 10-1 бьет первого. Идущего... Что-то просто случилось, не помню. Он не потерял. Я же не хунул. Ну, нормально прошел. Самый. И вот как так едем пока. Первые ходы. Первые... А что вообще? Как это работает? Что делать? Но потихонечку, потихонечку начинаем понимать. Третий ход. На турбобусте врывается мимо. Едут... Как его? Кто? Индикатора. Вот. Значит, мой тоже турбобустнул, но здесь встал. Его стрельнул, попал, но не пробил. Спасибо. За мной едут орки. И они выпилили Капитана вот здесь. Вот. Огонек на турбобусте. Значит, сейчас самое интересное, будет орк, будет врезаться скорее всего в камень, у него там арка не дает ему после турбобуста. Так, Капитан едет, смстит не очень. Мы здесь бодаемся, я кидаю на него свой слайм, он меня об стену лифтодроп пить бьет. Тут вдруг выскочили Эльдары, фух, проскочили мимо просто нас дебил, фу, копье, меня пульнули, армору мне сломали. Был демон хард 2+, стал 3+. Всего третий ход, а картина уже начинает врисовываться. Есть группа лидеров, есть группа отстающих, где мой лорд с меком подаются, каждый ход что-то на друг друга кидает, один поскальзывает, другая в стену бьется. И Эльдары, которые мы, они начинали с самого края стола, так как пришли собственно на третий ход, мы им дали отыграть два хода, и вот на третьем они проскакивают мимо, типа хо-хо-хо, так как опьемнее. Нормальные пацаны. И самое интересное то, что сейчас варбосс на полной скорости, не объезжая поворот, а проносясь в арку, не может скинуть с флотаута обратно на, скажем, первую скорость, он включит вторую, и там у него в 45 градусов ровно в камень он войдет. 45 градусов. Ты же кидать не будешь? А, тут секретно. Тут 8. Так, давай, 8-я сила. Ну, кто меня пробивает-то? Давай я сейчас пробил ее. Подожди, подожди, у него карма плохая. Нормально у меня карма. Видишь, пробил. Пробил. Так. Ну, ладно, так, АП4. Да, ну, да, ФНП, давайте. Давай. Я пытался. Офигеть, ты не с кем у СНП. Блин. Сколько ран у тебя осталось? Одна? Так, тест. Тест. Тестик. Три плюс. А, три плюс. Не прошел. Ну, давай, теперь это самое. Скатер до 6. Черт. Как это работает? Не, не, еще раз бей себя. Ты гонишь. Ты гонишь. Да, да, так работает. Да, так задумай. Да, так задумай. Я на все гордый. Есть. Так, давай. ФНП. Ооо. Мужик вообще. Так, и разворот. Опять тест? Нет. А, да, тест еще один. Смотри. Его по стене волочит просто. Да. Хватит. Давай. Оп. Господи. Так, подожди. Какой-то тест, тест. Нет, раны не наносятся. А, не, наносятся. Я что-то сделаю. Да, ты обстану можешь. Давай. 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 О, господи, наконец-то. Нормально. Нет, нет, дожди. А, да, ты в любом направлении. Хотя, нет, нет, никакого управления. Ты стоишь на месте. Хит. А, да. И разворот. И снова все. Назад. Яс. Вот на этом забавном моменте, очень забавном моменте, потому что он три раза провалил управление, его два раза било в стену, и он два раза на последней ране откинул шестой ФНП. Вот, на этом моменте я понял, что механика-то работает. Смотрите, все как в жизни. Он наезжает на этот камень, его, значит, откидывает назад, но газ-то он все еще держит, его так, бум, опять туда, бум, и в конце его так протаскивает, он жопой разворачивается, что, по-моему, очень жизненно. Так, значит, мы видели, как долбанулся сюда восс, после этого приехали, расстреляли противники из другого клана. Вот, я вырвался вперед, проехал, и они хорошо выстрелились как раз под мои трубы. Капитан тут тоже доезжает, значит, Эльдары решили не гнать, тихонечко едут, вот, попала бомбарда в этого, развернул только на месте, а этот из лифта дропы пик, я дотянул чуть-чуть, я последний теперь, Нургл всегда последний. И, наверное, здесь стоит немножко рассказать о дополнительном варгире. У моего байкера, мага Дзинча, на байке установлены выхлопные трубы Дзинча. Работают они следующим образом. В свою заднюю арку 45 градусов, а все оружие в гонках имеет свою арку, либо 360, либо передняя там какая-то 45-90, там 180, либо задняя. Даже сидящий боец на мотике, 180, передняя стреляет нормально, задняя 180, только снапшотом, ну типа отстреливается. В общем, назад кладу огнеметный шаблон, 6 сила, АП-3, шред. И если шаблон кого-то задевает, я еще на Д6 могу вперед подвинуться, ускориться за их счет. Так что вот эти два орка, которые встали сзади очень хорошо, как раз я чуть-чуть подвигаюсь за их счет, они там немножко погорят, и даже как-то первому ехать так очень хорошо. А вот эта пресловутая лифтодропа, которая постоянно мучает моего лорда, это оркское оружие, которое стреляет на 2D6, чертит луч, и первый байк, который заденет, двигает скатер плюс дайс. По скатеру двигает его, собственно, на Д6 куда-то. Если выпал хит, то он сам выбирает куда. Туда, сюда, в стену, еще куда-нибудь. А я его по своей бомбардой стреляю. Нам тут подогнали саундтрек из Роккиноул Рейсинг, вот. Уже спасибо нашим телезрителям. И что, мы едем, я вырвался вперед там, и сразу у меня Влас Костыляев не попал, а вот Тимпес навернул мне одну рану, три раны занес, я один инвуль не откинул. У меня теперь инвуль пятый всего лишь, броня четвертая. Я кого-то убил, уже одна рана осталась. Орка в буты-буты, они уже, это самое, сидят, смотрят. В Чаптер Мастер, фу ты чай, капитан, господи, капитан один вернулся, вот они едут, то, что ехал на большой скорости, врезался в стену, вот так его развернуло. Уже один Эльдар сюда приехал, второй под слаймом тормозит тут. Орк не доехал чуть-чуть до этой, молодец, я сюда к нему приехал, вдал ему из бомбарда, пробил, он откинул. Ааа, какое же это классное чувство всех обойти, вырваться вперед, я давно такого энтузиазма в настолках не ощущал. Глотайте пыль, сучки! Так, с стеном гормался. Эльдар с турбобуста в стену, после этого мы решили не занерфить немножко, сделать седьмую силу. Вот, в общем, как-то так едут, в ранке остался, тут прошел тест, бьются об стены, лифтодропы, 12 выкинул, бум, его еще пнул. Капитан выехал за мной, я вон там на первой скорости чуть-чуть еду, сейчас буду мимо культистов ехать. Это человек-сосед нам делает звуковые эффекты для наших гонок, пришел специально сегодня, заказали. Вот, я проехал туда, собирался стартануть, взлететь, капитан мельтый в жопу меня навернул пятый инвуль, у меня был так, что бе-е-е, на скамейке запасных, скажем, ходу. Здесь родились орки, уже надырались, там в одной хите почти остались все. Не практически, а все. Убрали капитана еще одного. Вот, я кинул блин в середину, но как-то что-то нет. Не забыл бы. Вот, в общем, здесь тусняк. И Ильдар прячется, пока не хочет, хочет проскочить мимо. Этот поворот с камнем стал настоящей мясорубкой. Там очень мало места, все на маленькой скорости толкутся, друг друга убивают. Кошмар. Мне очень повезло, что я его так просто проскочил. Но тут приехал капитан, и из мельтый меня взял да убил. Так, значит, капитан там разгоняется, сейчас будет прыгать. Вот, выехал раз за ним, второй еще. Здесь, кто это у тебя? Фарсир. Фарсир приехал. Я приехал, врезался. И начитил. Начитил, убил одного орка. Вот, и догоняет автарх нас. Никак мы не можем удалить этот поворот дурацкий. Здесь, конечно, жестко все очень. Вот, бойцкар уже там, прыгнул с трамплина там на дофига. Я родился, газонал на первой скорости. Доехал, бэм, тоже. Орк за нами тут, ну так, скоро доедет. Трупы, трупы, догнал в ХТХ фарсира. Ничего. Вот тут танк стоит, забрал. Меня ласка вот эта убила, моего лорда в последний раз. Да, спасибо мне. Да, спасибо, вот ему всех убил. Догоняет нас. И как видите, не только поворот такой жесткий, но и весь этот зигзаг. То есть сначала ты входишь в этот камень, потом так на маленькой скорости выходишь под танчик с осолкой линканутой. И еще лазочка стоит там, постреливает. Иногда по второму БСу попадает. В общем, там много кишок накрутилось на колеса. Войтскар несется на 15. Мак Динч за ним на 15 тоже догоняет. Орк так заехал, такой, бэм. Вот здесь опять трупы, трупы, трупы. Нет, короче, стоял Мек, он потащил этого сюда, и в него Баварбосс влетел. Подрались, и ничего, все все-таки дали. Проехал, кстати, через мою блямбу от Слайма, но прошел тест. И умер. Да, просто расстреляли из теста. Трамплин докидывает куб к движению, но на приземлении ты кидаешь тест на управление. Ну, вообще, я подумаю о двух дополнительных кубах. Посмотрим. Войтскар несется. Мы немножко притормозили, чтобы жизнь поднять. У нас славили, да, пытается, но не очень, мажет. Мы словили перила и восстановили ее. Орк поехал через огород, срезает. Блин, он будет ходить сейчас первым, то есть вторым. Так, здесь догоняет, и вот это как три трупа, бам-бам-бам, сразу как это произошло вообще. Ну, тут стоял Эльдар, к нему воскресился орк, застрелил его, орк подъехал. Тут воскресился другой орк, убил этого орка. Тут воскресился другой Эльдар, убил... Орк просто не бракил логиста. Так, я появил, ну, вернее как, еду, никого не стреляю, и твилдман дай нет, этот приехал ко мне, ничего. Не достал, не достал, и опять в спину ему что-то там, ничего. Снова настало время для дополнительной инфы. У нас, как всегда, мод, и в этом моде всякие дополнительные правила, потому что, ну, например, чаптер тактики не работают так, как они должны работать в обычной вахе, да. Поэтому мы сделали следующим образом. Естественно, первым делом я сделал марки хаоса. Собственно, четыре марки плюс без марки, которые стоят пять очков, потому что все-таки что-то дает. Ну, там достаточно просто. У меня динч плюс один к инвулю во время турбобуста. То есть, может быть, два плюс инвуль, если, конечно, тебя инвуль еще не разобрали, на турбобусти. Ну, так. Плюс там я сейчас добавил, что может перекидывать любое количество кубов на турбобусти. Вот. Марка Нургла, если в тебя таранят, то ты не три плюс проходишь тест на вождение, на управление, а два плюс. И там, как в ХТХ, если ты победил, ты на Д6 вперед едешь. А если ты проиграл, то ты на Д6 назад откатываешься. Вот. Марка Нургла уменьшает в два раза эти дистанции. Марка Кхорна, Хаммер в раз. Он, собственно, здесь происходит при столкновении. Один байк, другой въезжает. Вне ХТХ. Бам. Плюс два к силе. Рендинг. И если в него долбится, все равно в ответ получает Хаммер в раз. И Сланеж перекидывает тесты на управление и может ХТХ-житься во время турбобуста. Настолько он быстрый. Вот. Но Марк, когда умирает, взрывается с шаблоном что-то типа 8.1, что-то там большим. Это, собственно, марки. Хаоса у других рас свои приплоды. Чаптер тактики, понятно. У Спейс Маринов. Вайт Скары Д3. Плюс или минус. Дюймов при движении. Вот. Поэтому мне сложно догнать сейчас эту Вайт Скар. Он все время... У него движок лучше. Он лучше управляет. И там у него, по-моему, Хаммер Фраз плюс одна сила. Остальные неважно, потому что сейчас на столе только Вайт Скары. Я не помню там, особенно, как у кого, какие мы марки, чаптеры придумали. У Орков, соответственно, кланы, Бэд Мунс, там что-то какие-то скулы и прочие. Скулы в два раза больше стреляют. Что-то там тоже плюс Д3, минус Д3. И Ред Пейн Джоб, естественно, плюс один дюйм дает и так далее. Вот. И вот этот Вайт Скар скачет от меня. Никак не могу его догнать. Сам Орк срезает по кладбищу. Типа у нас был расчет, что так можно спокойно объехать. А через кладбище ты лавируешься этих камней и не так быстро. Но я не думаю, что мы там хорошо рассчитывали эко-траекторию. Так как Орк спокойно так летит и на второе место выходит. Негодяй. С другой стороны, получилось неплохое такое у нас местечко. Типа там ты хочешь прыгнуть с трамплина, у тебя больше расстояния проезжаешь. Прямо и спокойно. Либо без трамплина вот на это кладбище сворачиваешь. А Эльдары. Эльдары тут у нас совсем практически без правил. Так, что-то им накидали. Даже вот Крафт Волды не придумали спецтактики. Хотя вот игрок за Эльдар, который с нами играл, предложил другой подход. Не Крафт Волды, а именно, как у них там, специальности, аспекты или как это называется. Типа эти эти могут, это это могут. Так что ждем, опять же, идей по Эльдарам. Лидирующий Вайтсхар, за ним выскочил, срезал орк. Дзинщит, гонит на байке, там еще один капитан. За ним форсир. И тут группа какая-то просто толчья. Меня заносит тут, вот так вот, занесло Эльдара. И орки там толпятся просто, толкаются как только могут. И тут, внимание, я решил поснимать ход для наглядности, чтобы вы понимали, как вообще все это происходит. 5, D3, 1, если... Так, вторая скорость, 45. Печально. Как-то так? Да, да, да. Не хочешь, он... Сам себе, да? Это убивает, ну, 10, 1, получает. Кто первый едет? Он едет первый. 4 еще. Так. Сейчас 16. Вот так вот. Это первый ход, когда все живут. После, там, вносялых. Лишь. Да, да. 14. Чуть-чуть. Ну, тут развернется. На первую, наверное, скинет. Да, на первую придется выходить. Так, орки. Какая скорость-то? Вторая. Вторая? Вторая. 12 плюс... 18. 18 плюс 1. 19. Ну, вот эту. Хм. Вторая скорость-то... Помогите, стрелять будет. Стрелять будет. А 45 орки... Нет, закутся. Ну, да. Да, придержи. Я уже дороже, что-то никуда я не вижу. Да. Ну. Игарь. Ну, да, ничего особо не там есть. О, да. Это... Как они называются? Смерто черепа. Смерто черепа. У них, типа, два раза больше выстрелов. Тоже рерал. Тоже, получается, рерал. Четыре. Пощади. Сколько? Один. Да, лаки стик рерал. Два. И еще один рерал. Смотри. Нет, рерал, рерал... Ну, это другой. Я понял. Другой. Два. Два. Два слива. Чего там с арморчиком-то надо посмотреть. Для меня-то не важно. Ах. Эээ, печально. Чего? Эхморк, помоги. Нет, мне это хорошо, точнее. Не было печально. Какой армор? Армор у меня второй. Второй? У меня инвули только все убрали. Давай. Угадай кто. Раз. Два. Все нормально. Минус арморчик. Стал третий армор. А инвуль зенщит разобрал. Так. Моя. У меня скорость первая там, да? Первая. Значит, мне... Ой! Свет выключился, тьма. Мне нужно кинуть... У меня 13 всего лишь. 13. 13. 13 это... Вот здесь вот. Вот. 18 дюймов, да, орка? Есть. Все, убей его на шею. Так. Значит, мы кастим Iron Arm. Кастим... Кастим... Думболт. Кастили. Динай с тебя. Уже один раз и динайл. Нет, не в этот раз. Восьмая сила. Пробила. Парня. Так, что там у меня? Финопай. Финопай только осталось. Нет. Умер? Умер. Да. Е! Финопай. Идин щит. Так, кто там? Теперь капитан. На первую давай. На первую. Вавирует между камнями. Решил тоже срезать. Так. Поворачиваем туда вот. Вот так вот. Можем? Пять. Войска раздолбали. Все время до 3 докидывает. Когда хочу. Там вот шесть. Так, шесть я оказываюсь вот тут вот. Если... Ну, сейчас тут. Окей. И рану. Все? Да? Форсирк. А, нет, погоди. Нет. Забай. 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 Может, попадут. Нет, не попал. Стрелял зад с снапшотами. Так. Фортуна. Давай кинем. Гид. Два ручку проскакиваешь, типа? Конечно. Окей. Еще вторая? Вторая. Вторая скорость. Давай кидай. Двадцать плюс. Двадцать плюс. Двадцать плюс. Перебросывай за ельдерский титбайк. Не получается. Всего получается четырнадцать. Четырнадцать. Опять. Ну, я, короче. Ну, что? Ты готов? Нет, не готов. Так, в шрек пошел. Задолбал уже. Скайсос. Днай. Нет. Саша, не скайсится. Ух ты. Пять, одиннадцать. Попасть ты должен. Немножечко мне не надо попасть еще. Пал. У меня двус два конволю. У меня теперь какой-то. Три минус два. Пятый. Ну, мое. Пятый инволь. Один. Умер. Ребята, дойки положат. Спасибо. Запиши там все кил. Да. И несмерть. И несмерть. Так, кто там следующий? Мой, что ли? О, мне нужно срочно блинчик положить бомбарды. Такая джык. Вот так вот. На троих. Давай. Так. И на один сместилось. Блин, ушла с этого самого. Двоих. Двоих моих. Отлично. Ладно, четыре плюс этого. Есть. Второго. Нет. Давай за это. Тест управления. Три плюс, три рлом, единичек. Да. Сначала сейф. Сначала сейф. Да, сейф. Какой? Четвертый. Есть, тирк. Смотри. Сейф у меня. У варбоса, да, четвертый. Давай. Нет. Рерол задал лайки стик. Ну окей, давай. Нет. Все еще нет. Шестой куноп. Все еще нет. Осталось две раны. Так, давай тест. Минус один. Четвертый тест. Четвертый тест. Треролимый единичек. Да, я молодец. Решел, гад. Так, этого я не пробил. Сам теперь я поехал на первой скорости. Десять. Я говорю, я езжу на первой скорости лучше, чем на второй. Так, вот сюда. Погнал. А, китвил нот дай еще. У меня на три раны. Надо записать. Три у этого. И где вкончили скилл у мага. Так, что там дальше? Дальше. Босяра. Я в тебя постреляю. Слышь. Я почти попал. Я ничего не попал. Оборзел. Два, два. Так. У меня два кила. У тебя два кила? Тебя установить. Броня и нуль. Давай, на второй скорости в тебя прям влетим. Давай. Двенадцать плюс. Плюс один. Плюс D3 за то, что я Able Sans. Абл Санс тоже. Тенья одна гоняет, гоняет. Бум. Окей. Чем ты фамиру фраз делаешь? Окей, давай. Кое-куда такой ролик. Четвертая? Саная? Давай. Нет, сначала. Третья, может быть? Да. У меня пятая сила. Пятая, если говнюк. На пять плюс. Я не провел. Тест на управление. Да. Два плюс. Нормально. У меня два плюс. У тебя четыре плюс. У меня три плюс. Нургл. А у меня, да, три плюс. Минус один. Прошел. Ты с чахающим жмутом. Да. Поткнулся. Драться давай. Давай. У тебя, Клафса. Одну, да, у меня лайт-граната. Чем по идее, воины Нургл должны как в Рыбакотке растекаться. Какой у тебя не драться? В шестой. Ага, у меня тоже шестой. Отлично. Одну я за атак с Вига. За атак с Вига. И два за лаки-стик. Так, сколько ты ров уже провалил? Один провалил за лаки-стик. Три попала. А до этого? До этого несколько. Я тебя бил. А, два тогда, да. Один еще тогда. Два всего провала. Лучше больше его не вязать. Давай я тебя пробью на два плюс. Ага, два. Ну, у меня... Давай природим или умрем. Давай. Отлично. Да, три. Ну, убил, убил. Убил. Так, мои три. Погоди. Спал одно. Побил. Шестой ФНП. Нет, одна лунда осталась. Шестой ноль. Атак хорошо шел. И на Д6 я продвигаюсь вперед. Убирай потихонечку. У меня, смотри, вот он здесь. Так, теперь кто? Теперь, видимо, все-таки это самое. Скажите, а все-таки за 2 кг все установилось или только... Все, кроме жизней. А, жизней не установилось. Хорошо. Так, что-то у нас с вами делать со всеми. А там сколько жизней осталось? Одна. Одна жизнь осталась. Убей его. Убей его. Убей его. Вы кричали они. Убей его. Так, ну ладно, давайте попробуем. Все равно промажут. Как ты мог убить меня, сучка? Ты стреляешь из чего-то там... У кого бьет? Да, из чего-то там... Босс стронг. Ну хоть раз ты шестерку-то выкинешь, когда вниз. Окей. А, П? На третий. Шестерочка, давай. Шестерка на шестерку. Нет. Опять умер. Да, господи. Я уже четвертый раз... А у тебя третий килл получается, что ли? Нет, тут там... А, первый, да? Это неудачно. Ну, видим, первая скорость. Ну, уж понятно, что... Что не третья. Убил. Убил, сдох. Убил, сдох. Так. Он встает, убивает. Первая скорость, соответственно, я могу перейти на вторую. Нет, то есть ты развернулся, первая. А, да. Логично. Они... Какой раньше? Так. Агро. Ну, 24. Отличный. Есть. А что там? 4. А? Автопушки? Да, автопушки, да. Вейс на 10. Ну, они такие. Какие? Можешь пострелять по мне, кстати. Я пострелюсь. Зашел, докидываешь куб на рампу. А подставка сносит чубрика, да? Да, если сносит чубрика, тест сначала. За подставку я сносит снова сбиваю его. Смотрите, сначала здесь уже. Если ты и не проедешь его, то не проедешь. Как я заставил. Тест. Тест проходить? Ну, третий сил на тебя долбанет. Давай этот третий сил. Нет, ничего. Тест. Тест на 3, да? Да. Прошел дальше. Где ты был? Бил. Я бы вот так. На стенку, да, подставь. Вот, куб докидываешь. Еще куб докидываешь. За рамку. Четыре. То есть, я такой, да, должен. Как орк. И еще тест на приземление. Да ты сколько можно тест? Сам заехал. Не говорил, что нужно. А. Ну, вот, в целом, как-то так. И заметили вот эту вот группу отстающих, она вот как-то с друг другом месяца. И все. Там эти уже уехали. А эти никак не могут разобраться. Все время друг друга убивают. И от этого тормозят. И, как видите, то, о чем я говорил. Человек умирает. Ход пропускает на следующий. Кто его убил, обогнал. Он встает и убивает его. И вот это вот такой круговорот говна в природе получается. Так что, возможно, все-таки, действительно, два хода нужно давать на то, чтобы он уходил на скамейку запасных. Так, то, что мы пропустили по техническим причинам, значит, это подвигали боссом в стену. Меком. Босс Мек-Мек и прибил этого. Вот. А здесь... Пацаны сидят такие... Четыре третьих армора, не вопрос. У нас теперь армор четвертый. Не стоило ехать здесь. Вайтскар расстреляли его. У него четвертый армор был, ему пять ран занесли. Он ничего даже кинуть не мог. И нуля тоже его сломал я. Вот я аккуратненько подъехал. Здесь не стало. Это самое. Наш торг сейчас проснется, поедет. А этих не надо было смущать мужиков. Пусть они стреляли туда. Вот. Форсир меня догоняет. За ним экзарх. Что-то недалеко взлетел куда-то орк. С трамплина. Бэм, чуть-чуть. И там огоньки еще светятся. Сейчас будут. Так. Вырвался орк вперед. Ну как вырвался. Сейчас вот сходит первым, да. Но после этого сразу вайтскар будет. Автопушки всадили в него четыре. Он откинул два из них. Шестых ФНП. Прошел тест. Сейчас будет... Жизнь отхватит. Я тихонечко объезжаю. Здесь никого не трогаю. За мной связалась такая вот кавалькана. С мигалками ведут капитана. Значит, орк объезжает здесь. По дальней дистанции двое. Встали. Сразу в дырку едут. Я встал вообще на себе. Проехал лайкал ошара. А этот откинул... Это на пятнадцать проехал. На пятнадцать. На первую скорость вообще. Кто это? Это какие... Эбл Санс. Эбл Санс. Говна пирога. Что? Орк все еще впереди. Ни Мельта, ни Думболт его не пробили. Вот. Меня разобрали с автопушек. К сожалению, там очень много накинули. Капитан влетел в него, сам же улетел в Украину. Не прокинул? Нет. Ясно. Так, и они что-то никого не... А, мне психикшрейком занесли от него. Ничего, это, кстати, тоже психикшрейком. Третьянуль нет. Не прошел управление. Влетел еще и автопушки. Полная жопа. Здесь едут, я за ними. Последний выезжает такой. Бр-бр-бр-бр-бр-свани, короче. Моя бомбарда отсюда падает. Файцкар впереди. Перед ним труп орка. Добил все-таки здесь. Мой труп. Файцкар еще один. Его объезжают сбоку Эльдары. Нажали на пимпу. Туда не пробили десятой силой. Вот. Автопушки ограбили его там на армор и нуль. Вот. Орки едут. Я за ними полетуюсь, как болван. Накидаю свою жижу. Ничего не получается. Здесь орк объезжает по большому радиусу. Стреляет. Тоже ничего, да? Так. Файцкар впереди. Это душа орка. Я оживился. Соплами выжиг капитана. Подъехал сюда такой довольный. Подъезжает форсирует меня Шрейк. Пять миниран занес. До свидания. Бум-бум. Такие гоньки зажигаются. Значит, этот выехал оттуда. Вот этот здесь. Он убил одного нейтрала. Нейтралы. Постреляли. Сколько? Одну из них. Три единицы на пробивание. Не убили его. Лошары. Вот меня так. Нифига. Значит, здесь такая ситуация. Этот едет. Этот увидел. Поджидает такой на маленькой скорости. Типа притормаживает, чтобы этот проскочил вперед. А этот негодяй на нулевой скорости развернулся. Мне перегородился. Сказал, ну, окей. И взял себе второй армор обратно вернул. Ты уезжай, ты будешь отсюда. Это другой вопрос. Это секрет. Так, white car разбегается. Готов уже прыгнуть. Сколько? 35 дюймов, да? Вот отсюда 35 дюймов. Разгибает. Сюда летит, летит. Может в лес упасть или прилететь. А может вообще он куда-нибудь туда. Генераторы убьют. По прямой смотри, куда он упадет. Примку. Сыринку. Ну, посмотрим. Значит, орк за ним едет. Говорит мой, аккуратненько Эльдары такие подъехали. Как раз я первый встану, проеду чуть-чуть. У меня психик шрек, я умру. Уже понятно все. Ихали не умерял. Все врет. Вот, здесь еще один орк. За ним еще один орк. И я выезжаю из лужи. Армор опять сломал. Две единицы. Вот единица на дэнже, единица на арморе. Вот, правда, и ты, ну, дай, устанавливай. Так, значит, сколько? Двадцать... Двадцать девять. Двадцать девять. Прынул ровно в генератор попал. Огреб до силы, потерял две раны. Вот. Но прошел все тесты. На нем орк разгоняется туда, что сейчас сплюхнется. Значит, я ожил, провел линию, ничего. Вот. Потом, значит... А, нет, убил, устанул форсира, который не откинул четвертый динай. И пытался в хтх пройти к вот этому парню. Он меня просто перепрыгнул на своем джетбайке. Прокинул пять плюс. И уехал от меня в никуда. Этот едет. Тоже здесь его постреляли. Чуть-чуть осталось... И одна рана у него. Второй армор у него не рассыпается пока. Орк. На ним орк тут долбанился. И я, как дурак, выезжаю. Еще бы... Как видите, все складывается для меня плохо. Мой маг, который шел первым, откатился аж на четвертое место. И то там, возможно, пятое, потому что трупик лежит. Там неизвестно, как все получится. И я, к тому же, не еду вперед. А вот так вот. Мне сейчас нужно развернуться на первой скорости. И только туда куда-то ехать. А второй мой герой вообще плетется в самом конце. Никак не может. Но я понимаю, что, конечно, нургл это не про гонки. Но тем не менее, очень обидно. Спрыгнул. Вайтскар едет. Нормально все. Орк решил разогнаться, но что-то движок в горку не очень тянет. На краю буквально остановился на этом ходу. За ним Экзарх. Афтарх? Экзарх, Афтарх. Не знаю. Афтарх. Я тут как-то езжу, чуть-чуть на 7 проехал. Уходит от меня, уходит. А я от них что-то не очень ухожу. Ничего, огонечек в стену, что ли, врезался? Нет, нормально, затормозил. Едет, я за ним езжу, опять никак не пробиваю. А этого разобрали орка отсюда. Едет капитан первый, за ним горко приземлился, нормально прошел. Алтарх выходит на разгон. Я ну как-то еду. Развернул, да? Фарсил, фарсил. У меня шрейк 10 выкинул. Я до крови стрелял, развернулся. Молодцаще, лайка босс. Капитан еще не ожил. Здесь пострелял в меня. Рану занес, я ее возвратил. Этому дайм, приехал, попал бомбарды и пробил. Он вот сюда сместился ровно под автопушки. Разнесли. Здесь два орка как раз валяются. А этот был бит как? Кстати, на прошлый ходу? Ты про этого? Это тоже хаваки, все хаваки. Все хаваки, молодцы. Так, вот это вот огонек, это куда приехал в Айтскар. Орк наехал на пимпу. Что там? Здесь не доехал автарх. Чуть-чуть тоже как-то в горочку не ехал. Я лайка босс сначала здесь бум, своими трубами дзинч на 6 меня подвигал. И еще на 18 здесь я вот. Значит, фарсил развернулся. Причем не трубами, не бимом не смог я его долбануть. Убил орка. Нет, он стрелял в этого мага, оставил его 5-й армор. А орк? Шрай. Ну, я говорю, Шрайк, он убил орка. Здесь капитан едет. Этот подъехал, типа, как можно дальше от автопушек. Я его толкнул, он обстанно долбанулся. Зафиг капитан стрелял. Я сам провалил первый этот самый. Вот так вот меня развернуло. Короче, я подставился. Они постреляли. Я остался в одной ране, потому что у меня был 4-й армор. Даже не мог ничего кидать. Так, едет орк, тихонечко развернулся, подъезжает к капитану. Там приземлился автарх, развернул его чуть в лесочке. Я тоже въехал на горшку. Движок тоже не тянет. Вот здесь завис. Прыгать буду на следующий ход. За мной гонится, но не очень у меня гонится. На нем гонится тоже не очень гонится. Скокс 4, 3-х нуля откинул от Сишрейка. Здесь все. Та же история, как вначале я с этой лифтодропкой туда-сюда, так с ней, собственно, и остался. Вот, толкаемся. Там я развернулся сюда, врезался в этот, потому что скорость большая была, к сожалению. А в том деле особые красные орки были. Да, этот оживил. Прострелял двоих здесь. И защищает своим телом вот этого. Итак, значит, этот едет сюда. Его догоняет орк из Девскаус. Куча занес ему ран. Остался в одной. Мы ждали, что квадган его убьет. Но этого не случилось. Стрелял, 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 стрелял. Все попал, все пробил. Все-таки дали 3-6, 3-6. Значит, я плюхнулся отсюда. Кинул 6-6, 5. Бам, прошел и Дэндж, и управление. Убил Аутарха лучом своим. Едет. Аутарх до этого в лесу протелялся. Вылез сюда, собственно. Едет форсир. За ним едет капитан. Ничего особого не происходит. Здесь все-таки лучи. Я до сих пор в разные орки еду. Ни раз уже врезался подряд. Я очень грамотно стрелял из бомбарды. Здесь чувак стоял. Он на один... Сместился перед ним. Он у него въехал, не прошел тест. Развернул. Развернул все. Пацаны такие... И убили его. А вы помните, что на старте этот варбосс стоял первым? Ну, видимо, после того, как он мордой потерся об камень там, на том повороте адовом. Дела у него не пошли. Теперь он последний. И так у нас здесь нарастает упряженность. Значит, орк подъехал, из шутера забрал капитана. А орка разобрал квадган в авторежиме. Вот. Я там выехал нормально из леса, но как бы достаточно далеко еще. Мне вполне много ехать. Значит, за мной все еще не вышел. И здесь они забираются вверх. Два шестых чего? Нулятки. Он стреляет, стреляет. Все хуже, хуже. Не менее, откидывай. Вот отсюда он начинает. Все жив еще. Орки здесь едут друг к другу. Что-то бодается. Так, немножко ничего принципиального. И я пытаюсь как-то тоже ехать. Даже не достал бомбард и 12. Этот все еще в ауте. Так. Ничего. Я въехал. Вот. За мной аутарх. Пострелял по мне ничего. Там приземлился форсир. Вот. А друг его сердечный. Он вот сюда упал. И от него. Он будет начинать через ход там. Значит. Орки едут. Это куда-то туда рванул. Промазал. Промазал. Вот я за ними еду не успевая. Ягин скинул. Зародился этот. Пострелял в меня. У меня армор пятый уже из второго. Так. Это какой ход, говоришь, Крейс? А, это... 138. 29. 29 ход идет. Значит. Самая жара начинается. То практически... Вот. Поворот и финишная прямая. Вон там к огонькам. Да, к огонькам. Первый способ по классике. Погнали. Зародился капитан. 5. 1. 6. 12. 12 джиму сразу. Нормально так погнал. Стрелять никуда ничего не может. За ним тут же просыпается Орк. Просыпается Орк. Город засыпает. Просыпается мафия. Мафия атакует. Нормально. 12. У него Red Pain Job, поэтому плюс 1 тоже. 12-12. Короче, крутаны. Так. Ну, Орк не проходит. Лена стреляет? Не, ну. Ну, стреляет, что-то гонит, что-то. Стреляет. Ну, вообще, стреляет. Ну, поставь линейку. Поставь линейку. Опа! Нет, я не так поставил. Не так поставил? Ну, да. Добрый вечер. Добрый вечер. Я ваш диспетчер. Давай. Рерол. Может, наконец-то не впадал. Вообще, так любят этого товарища, что... Разожайся, не знаю, почему у меня так все любят вообще. Не хрен племером ехать. Вот. Рерол за Лаки Стилл. Все отлично в одной фразе. Три. Три армора вторых. Изи-бризи. Давай. Так, погнали. Второй. Второй еще. Нормально. Здесь четверки, троечки. Так и надо, так и надо. Читлер. Так, ну, давайте посмотрим, что я схожу. Я хочу сходить на... Третий армор. Вот. Я ускорился нормально. Подвинь меня на, соответственно, на полный угол. Ну, да, практически вот так едет. А на... Восемнадцать. 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 Я сделал все, что мог, но из арки, к сожалению, этот говна не вышел. Так, и сейчас я буду косты всякие. Айрон арм не очень нужен. Он скастился. Я хочу его... Вот, к сожалению, две. Значит, снимаю. Будет, наверное, 4+. Говно это. Так, что я могу? Я могу, в принципе, орка. Он нулевый. Так что я его не убью. И это мне минус не будет. Поэтому можно. Можно костить. Единственное, потому что... Бам. И бам. Пробил. От Динай. В результате здесь мне Куатган занес три раны. Я все, третий армор откидал. Он стал четвертым. Эти негодяи за мной гонятся. Но ничего не сделали. У меня седьмая... Седьмая Тафна. Подъезжает. Опять тоже на пригорок залез. Этот чуть-чуть... Едет. Получил из бомбарды от меня. Но я не пробил. А этот сзади меня гонит. Все, ничего. Вы чувствуете, как жара поднимается над асфальтом. Судьба призовых мест будет решаться в последнем повороте. Мне повезло. Оба лидера упали на ход и дали возможность их догнать. Так что третье, второе и чем черт не шутит первое место, я поборюсь. Что, на второй? Какой там ход? Говоришь. Тридцатый? Тридцатый ход. На второй погнали. Давай, вторая скорость. Один. Один или три? Может быть... Того четыре. Того на шестнадцать могу. Уехать нахрен. Что я и делаю. Так вот, выехал напрямую. Вот, смотрите. До финиша осталось совсем чуть-чуть. А, только вот. Сейчас тебе мельт. Шмальт. Да. Спасибо. До начала движения мельта мастер крафтед. Попал. Назад стреляет с шести. И не пробил. Окей. Так, давай, орг. Ура! Видимо, тоже вторая скорость. Ага. И это... Четырнадцать плюс один. Пятнадцать. Пятнадцать. Бум. И по старой, орочей традиции. Опять куча девскула стреляет просто. Ненавижу. Спасибо. Тра-та-та-та-та. Я тебя закопаю скорее. Тра-та-та-та-та. Четыре попал. Тюнь-тюнь. И рероллы за локистик. Пожалуйста. Третий, да? Так, у тебя третий армор. На, теперь. Позрушается. Боль. Чертова боль. Раз. Два. Три. Лайка, факин босс. Сидертого. Даже не занесли. Так, срочно мне. Я, если на второй скорости, то вот так поеду. Это будет тупо. Мне надо снижать скорость на первую. Так. Соответственно, шесть плюс шесть. Одиннадцать. Одиннадцать. Знаешь, что с полночь? А? Знаешь, что с на полночь? Да. Одиннадцать. Развернуть. Байк развернули. На одиннадцать. Вот тут. Хорошо еду. Хорошо еду. Так. Теперь, значит, ца. Айрнар. Скастился. И скастили. Думболт меняй. Ну, дай пробью сначала. Тебе пробил. Морку помаляйся. Нет. Че там у тебя? 8.1 к тебе вошло. Вошло. Так. Пробил же все. Ну, фанупер. Нет. Не оно. Тестик. Тестик. Нормально, к сожалению. Ну, как Христ фиг знает. Извинение. Вторая скорость. Извинение, конечно. Эльдары через домик догоняют. Все прячутся от кладгана. Значит, капитан хлоп. За ним орк хлоп. Третий. Значит, я разгоняюсь. Ну, в глядской тачке за мной гонится, отхватив от бомбарды, хотел газануть, а бомбарды ему нет. Так. Первый скорость. Первый скорость. Поворачиваем. На заворот. Давай. Нужна шестерка. Скорясь, ты так развернулся? Вот именно так. Именно так. Потом я буду придираться. Вот так. Так, хорошо. Нужна шестерка? Давай. Покажи мне. Шестерка. Троечка. Плюс. Плюс. Итого на четыре. Давай. Смотри, сколько еще ехать, а? Ушел. Стрелять не может. Не надо было пострелять. Все, хорошо. Так, форк. Первая скорость. Аккуратненько проходит поворотик. Четыре. Десять, одиннадцать. Единадцать. Догоняет. Догоняет, смотри. Как плотно идет вообще. Нет. Стрелять не может. Плотненько, плотненько. Так мы... Может, может. А, может? Может. Только не так может стрельбу. Какая у тебя уже броня-то? Четвертая. Четвертая. Ну там пятая пока что можешь кидать. И два провала. И это на... На пять плюс? Которая... Все, два пропала. А? Все, два пропала. Одна. Идет. Давай. На четыре плюс. Да! Ну я потихонечко подъехал на тринадцать. Вот. И еще ранку снял. Еще одна. Если я убью, то у меня будет килл стрик четыре. Я буду бомбить всех. Эти елки. Авторежим пришел в щадящий режим. Одну рану попал. То есть в один раз попал и не занес рану. Еденицы. Значит, эти подрались там. Выиграл капитан. Тот вступил. Этот пят подъехал. О-о-о-о. Я очень хорошо прыгнул. Ну, рыгло. Вот отсюда. На тридцатку. Бам. Ровно приземлился. Прошел тест. И этот догоняет. Вы не представляете, как гербанит, когда до финиша осталось совсем чуть-чуть. И ты вот идешь как минимум третьим. А там, может быть, вот сейчас убьешь. Там останется второй. А если еще аэрстрайк, то ты как-нибудь занесешь там вунду этому капитану. Его развернет. И ты такой мимо проскакиваешь. И хоба на финише. И прямо такой. Давай, давай, давай. Так. Тридцатый второй ход. Мельта назад. Мельта назад стреляет. Оборачивается. И снапшотами попал. Сука. Нет. Пожалуйста. Это был мой килл. Не кради его. Так, а что там у тебя било? Все. А, ФНП только кинул. Все, теперь просто вперед. Зачем я рану это снял? Четыре. Плюс Д3. Плюс два. Это 12 плюс 6. Убери этот кубик. Так, он почти. Смотрите, смотрите. Это 18. 18. А, все, на следующий ход он выигрывает. Надо убить его. А чем? У тебя рану сколько? Полный. Полный. Я не убью. Не убить никак. Только из дома упадет. Пятый армор. Четвертый луль. У меня нет слов. Вот он несколько ходов держит очень плотную стрельбу от варбосса, где скулов, в два раза больше выстрелов. Чисто уходит, несмотря на то, что армор уменьшается. И потом, в предпоследний ход, случайно отстреливаясь, одевает его мельта, и он умирает. Собственно, вот этот выстрел решает судьбу первого места. А, скорее всего, и второго. Я выехал, ну вот как бы, да, вот так вот. И с грустью печалью. Эльдар здесь. Постреляли, по мне, ничего. У меня восьмая Тафна. Капитан здесь, за ним орк. Я там выехал, ко мне доехал возродившийся орк. Я его, значит, побил кулаком. Он меня кулаком один раз попал, один раз не пробил. Я вперед поехал. Перепрыгнул тот вон туда. Итак, Александр, он должен справиться со сложной задачей, и вот доехать. Попасть, попасть между огоньков. Да, попасть между огоньков. Но, но сначала выстрел из болтру сюда. Все, стрельнешься? Нет, все, ладно. Так, ну вторая скорость. Вторая скорость. Три. Три. Еще два. И думаю, что ты мне послужишь. Томнищирует то, что... Первым. Теш про один, наверное. Тест. Нормальный. Так, это первое место уже у... Вайтскара, какого-то капитана. И увез, да, и увез. Я вот так вот на 7, опять. Три единицы подряд я кинул на движение. Едут, смеются, меня постреливают. Все никак. Так, от Кватгана отхватил. Опять он перешел в автоматический режим, нещадящий. Развернулся к нему, попой, обиделся. Этот ничего. И меня там лифтодропы... Опять всю партию меня двигают лифтодропы. И на 5 там сдвинуло меня. Вот, я сам в него не пробил. И вот чувак там в лесу застрял. Так, я выдержал стрельбу Орка. Орк не выдержал стрельбу Эльдар. Психик Шрейк, вернее, его снес. Там 5 ран, что ли, мы занесли. 6. Вот. Еще этот тоже по мне пострелял, но я стою. Остальных мы решили забить там. Уже не важно. Итак. Пролетает Мак Дзинь, сейчас за ним пролетает Автарх. Орк лежит, к сожалению. И вот наш ТОП-3. Капитан Белых Шрамов. Собакия. И Зикатка. И Зикатка. Мак Дзиньча. Меня. И Автарх. Смайл Бита. Да, Эльдары буквально на последней секунде вырвали у Орка 3 место. Но это, конечно, последствия того случайного попадания из Мельты. Вот так вот у нас все завершилось. За 30 с чем-то ходов мы смогли проехать эти три стола. Как видите, одного круга нам хватило. Пит-стоп не понадобился. Пит-стоп, видимо, работает. Ну, там, если на одном столе гонку играть. В следующий раз два или один стол максимум. Три. Это вот. Весь день у нас заняла эта гонка. Собственно, проехать один круг. Я получил просто огромный заряд положительных эмоций. Офигенно. Вот. Все время мне хотелось кого-то обогнать, убить там. Я с таким удовольствием использовал этот новый варгир, который мы придумывали. Смотрел, как эти правила работают. Как какие-то случайные вещи происходили, которые были очень похожи на правду. Как тот орк по стене мордой таранился. Так что, я думаю, что идея хорошая. Конечно, предстоит еще много работы добавить. Все расы нормально разобраться с картой. Как должна выглядеть, собственно, трасса нормальная, какую мы тут собрали. Но это, конечно, работа интересная. Крафтить правила всегда клево. Что, собственно, в ближайших планах? Во-первых, мы уже применяли, вернее, добавили возможность выбирать один из трех мотоциклов. Быстрый мотоцикл, обычный мотоцикл и мотоцикл, который может убрать, на него можно ставить тяжелое оружие. И второй тест, уже настоящую гонку, мы запланировали на 22 ноября, суббота. Если вам понравилось то, что вы увидели, бегом в нашу группу по гоночкам, ссылочка внизу. Читайте правила и регистрируйтесь на нашу гонку 22 числа. Так как, вы понимаете, правил немного у нас пока написано, ждем от вас правила вашей расы. И так как сложно, у меня очень много ивентов, для всех нужно вести какую-то работу, писать какие-то правила. Сырые правила принимать не буду, разбираться там что-то, все должно быть очень четко написано, чтобы я там только, вот это оставить, это оставить, это чуть изменить, вот это не нужно. И все. Что нужно? Если в вашей расе еще нет кланов, чаптер, тактик и прочего, не прописано, это нужно. Дополнительный варгир обязательно, потому что, например, тем же оркам, ну очень сложно что-то закачать в 180 очков, для них нужно тонна варгир. Для тех же некрон, я тоже думаю, нужно очень много, иначе все будут очень похожи. 2+, 3++, коса, там, мальчиков с карабс. И причем, фишка в том, что если в вашем кодексе HQ нельзя посадить на мотоцикл, это никого вообще не касается. Платите 20 очков и сажайте. Например, тот же лорд садится на мотоцикл от Tomblade и поехал. И Гэшник берет байк, например, от скаутов на байках, садится, поехал. И так далее. И вот он наш кубок, мы вручаем его, поздравляем тебя с первым местом, заслуженно, шоу первым все время, никак невозможно было тебя догнать. Да? Да.